Всем привет! Был как-то я в лесу лет пять назад с приемником AOR 5000 и решил тогда я послушать на этот приемник радиохулиганов, передающих в амплитудной модуляции. А сегодня я в лесу с приемником MalaHit и буду слушать этих же самых радиохулиганов на приемник MalaHit. Тогда, пять лет назад, антенна у меня была Mini VIP. Не потому что мне эта антенна очень нравится, а просто мне хотелось об этой антенне вам рассказать. На самом деле я антенну Mini VIP очень мало использую и поэтому сегодня у меня будет совсем другая антенна. Это будет антенна T2FD, широкополосная, не резонансная, но симметричная антенна. Антенна Mini VIP сама в себе очень неплохая антенна. Принимает в очень широком диапазоне частот, при этом имеет маленькие размеры, но она очень чувствительна к локальным местным помехам. А у меня обычно рядом с тем местом, где я слушаю, помимо самого приемника есть еще много различных устройств с преобразователем напряжения. Как минимум это несколько камер, которые питаются конечно же не от своих маленьких встроенных аккумуляторов, а от больших 12 вольтовых аккумуляторов через импульсные преобразователи. Все это создает помехи, которые на антенну Mini VIP принимаются очень хорошо. А на симметричной антенны с булоном их практически не слышно. Поэтому сегодня у меня антенна T2FD. На передачу она работает очень неэффективно. Обычно я такие антенны не использую на передаче, но сегодня я на передачу не буду работать, буду слушать только на приемник Малахит и поэтому T2FD мне подойдет. Антенна T2FD будет производства ICOM модель AH710. Я вам о ней рассказывал в отдельном видео. «Пока еще светлое время суток, еще рано и хорошего прохождения внизу на нижней части диапазона практически нет. И АМщиков на 3 МГц слышно очень мало. Подождем, посмотрим что будет попозже». Несмотря на то, что в приемнике Малахита есть прекрасный встроенный громкоговоритель, звучит он очень неплохо. Я все равно сегодня буду слушать звук на внешней динамике. Это динамик от радиостанции Виола. Тоже подписчик мне прислал. Спасибо огромное за эти динамики. И рядом с динамикой у меня будет лежать устройство звукозаписи. Именно поэтому я использую внешний динамик, чтобы удобно было записывать звук с приемника. Пока хорошего прохождения. В нижней части диапазона нет и много радиохулиганов не слышно. Я послушал 2-130. Местные станции разные там слышно неплохо. Тоже слабенько слышно, кто-то музыку гоняет. К сожалению, даже при работе на внешнюю антенну есть все равно помехи от цифровой части приемника. Тоже слабенько слышно. Работает что динамик, что контур, блокировка метра. Тоже выключился. А кто-то там еще параллельно включается. Давайте начнем на дружбу тогда. Внимание, дружба, дружба, охотник, Инна, Сергея, на зарю, прием. Ага, ребят, праздник. Подождал около часа, выключив приемник, чтобы поэкономить питание. И сейчас уже время после 19 часов, восьмой час, прохождение вечернее улучшается. Станция становится больше в эфире, слышно. Уже диапазон оживает. Да, прослушал, поприветствую всех, с кем виделся, с кем не виделся. Мы с Виктором только встречались с охотником ночью. С вами поприветствую Виктор, Валера. Здесь на 3 МГц хоть и радиохулиганы, но, по крайней мере, люди сейчас просто разговаривают. На Садком я слушал недавно радиохулиганов, там через слово был мат просто. Такая дружба, охотник, охотник сечет. Охотник выделяется, мне по-моему, грязь. Открытая жилка, ярко. Всю бригаду, как говорят, с наступающими праздниками и здоровья пожелать, такое дело. Тоже пока выключено, я погляжу тут кое-что попозже. С прохождения нет, как бы тут ловить эти... Ну, хорошо, хоть грозы нет. Грозы, да, вот смотри, приемники, грозы. Блин, куда-то испарилась гроза, это очень хорошо. Вот так какая-то идет, ну как, статика немножко, она и есть. Так все, шумящий диапазон, вот так нормально все. Работает охотник из города Орла. Радиостанция Заря Дружба. Между 160-метровым диапазоном и вещательным средневолновым тоже уже появилось прохождение, уже слышно станцию, кто-то из радиохулиганов гоняет музыку. Слабенько пока, правда, слышно, но услышно. Слабенько. 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 Ну а под program. Слабенько. Слабенько. Подпись раскрыть. Там парьерные каналы приема. У приемника малахит обнаружились. На средних волнах слышно на дорожность preached. которая на самом деле на 4625 излучает. Антенна у меня широкополосная, во всем КВ диапазоне работает и вот прекрасно принимает сигнал жужжалки, но почему-то его слышно на средних волнах, видимо это гармоника гетеродина какая-то. Кто тут ходил? 349 чистотуру. Двое из Танбова не глупое, все покинули чистотуру. Двое Танбов и Андрей Ильича Третья отвечают. Все потрощение себя на твои ромни. Здоровья, здоровья, всего доброго. Так, пожалуйста, ребята, кто еще есть? Тишина. Никто не ожидает, радио А3, Байконур на приеме. Ну, Миш, я тебе скажу, что смотри на вечер, прохождение пошло караулу, я тебя сейчас 9 баллов слышу без проблем. Здесь прибор прием. Да-да, Сашка, 25 дБ. Громко, хороший ход. Да я тебя и так всегда слышу в течение дня, в любое время, вот включаешься, мне прием хороший слышно, а час 25 работаешь на приеме. А, принято, принято. То-то и до 30 можно доволить, но это вот так. Там еще кто-то подошел, мы это слышим. На 10-460 радиохулиганов тоже прекрасно слышно, на ночной частоте SSB пока нет никого, еще слишком светло, еще слишком рано, прохождение там не очень хорошее и туда никто не перешел. А на 10-460 полно станций, в принципе, в однополосной модуляции работают, как обычные радиолюбители, нормальные сигналы, никакого хрипа, никаких искажений, не то что в амплитудной на 3 МГц. А вот так слышно амплитудную модуляцию. Весна, 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 по луну обувь, лёг, работает. Слабо, а я чертовно, прекрасно. Радио, получаешь, контролируй, Картуз, Пинза, Тополёк на приеме. Да, Тополёк, по приезду, вечер, добрый. Тополёк, Рязань, Картуз, Пинза, контролирую, я тебя с блокировки метр слышу, водовой приемник у меня. Мутеровка чистая, качественная, преградка нечего. С праздником тебя. Вот люди на бытовой приемник слушают. Можно сказать, я тоже на бытовой. Тополёк, всё? Приём, приём. Твоя гитара слышно хорошо. Приветствую, Картуз, вечер добрый, тоже с праздником. Прекрасно слышал, Волна К, приёмник, чётко, здорово, метр поблокируешь. Чисто, чётко, красиво, недостатков не вижу. Мощно, очень здорово. Ну что ж, Картуз, спасибо большое, спасибо, что ответили, проконтролировали. Семьдесят три, счастья, здоровья вам, родным, близким, всего самого хорошего, самого доброго. Вопросы какие будут, пожалуйста, отвечу, нет. Концовочку подержите куда-нибудь от этого стороночку. Картуз, Тополёк, Майку, вам приём. Да, да, станция Тополёк, Карты, и вопросов нет. Практически нет вопросов. Зовёте, приглашает радио Маяк, Маяк район 1. 1, 2, 3, алло. Водным радиолюбителям. И спят менты, не дремлют же концы. Кому Ростов, кому Аш-Тарезани, Идут этапы в разные концы. Наверное, кому-то и такая музыка нравится. Почему бы нет? Солнце заходит, становится темнее, не так ярко, и гораздо лучше видно цветной экран приёмника Малахит. Днём, когда было солнечно, очень ярко, очень сложно было что-то на нём рассмотреть. А сейчас вечером прекрасно видно цветной экран, водопад. Всё очень удобно, всё очень красиво. Принято получено, спасибо. Примите самые тёплые дружеские пожелания. Здоровья вам, вашей фамилии, до будущих радио встреч. Всего доброго. Ликвидаторы защиты ещё раз праздником. Ребята, кто ещё принимать радость? Слушай. Спасибо. Несколько любителей... Вот так вот прогулявшись по эфиру можно послушать радиолюбителей, можно послушать радиовещательные станции, можно какие-то служебные станции переговоры послушать, которых не так много. Много цифровых сигналов. И есть отдельное целое явление радиохулиганы, которые работают в амплитудной модуляции на 3 МГц, или же в однополосной на 2,920 и 10,460. То есть целые участки частот, которые уже много-много лет заняты радиохулиганами. Здесь квадрат Липецк, приглашай на связь. Это 3 на 70, ровно. Квадрат Липецк, квадрат квадрат 7, прием. Если бы не радиохулиганы, наверное, меньше чего было бы послушать в эфире, возможно, менее интересно было бы пользоваться такими приемниками, любыми другими коротковолновыми. А так вот можно послушать радиохулиганов. Хотя, если честно, я считаю, что, наверное, лучше получить позывной и работать в любительских диапазонах более качественным сигналом однополосным, чем вот таким вот амплитудным. Если кто-то делает амплитудные передатчики на нескольких лампах, ну, это технологии 40-50-х годов. Сейчас уже время ушло вперед, уже много десятилетий однополосная модуляция на коротких волнах применяется. Я понимаю, что собрать передатчик на трех лампах гораздо проще амплитудный. И слушать потом это все еще на бытовой приемник, это гораздо проще, чем собрать полноценный однополосный кратковолновый трансивер. И, наверное, проще такой передатчик собрать из какого-то старого барахла, чем заработать денег и купить современный однополосный трансивер. Но все-таки время ушло уже не 50-е годы. И амплитудная модуляция с передатчиком на нескольких лампах уже не то. На 1,6 МГц прохождение улучшается. Уже стало довольно-таки громко слышно, как музыку кто-то гоняет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Если вспомнить, как я пять лет назад слушал на АОР 5000 и сравнить с тем, что я сейчас слушаю на Малахит, ну, наверное, на АОР слышно лучше в плане того, что звук там приятней, в плане того, что абсолютно отсутствуют какие-то внеполосные каналы приема, проблемы с динамическим диапазоном. Но зато этот приемник маленький, он со встроенным источником питания. Как вы понимаете, к АОРу 5000 у меня был подключен какой-то внешний аккумулятор. Так что сложно сказать, что лучше. Здесь на водопаде, на панораме, спектрограмме видно соседние станции. Вот я увидел какой-то сигнал, могу сразу на него перестроиться. Конечно, на АОРе 5000, которому уже более 20 лет, этого ничего не видно. Там есть просто индикатор. Но зато тот индикатор, черно-белый, жидкристаллический, видно в любую погоду, при любом ярком солнце. А при ярком солнце вот этот дисплей я сегодня, можно сказать, не видел. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне очень нравится вот так вот послушать короткие волны. Сейчас, к сожалению, это возможно по-хорошему только в полевых условиях. В городе очень много помех. И иногда я выезжаю послушать радиолюбителей, послушать разные сигналы служебные. Записываю для себя, что интересно, где услышал. А иногда слушаю вот так вот радиохулиганов, тоже по-своему интересно. Смотрю и делать много срабатывания. называется facade-not 밖о снаршена ders От ritmos Clifford Americans Чтобы все полетло, чтобы все сяды вывели. Чтобы все полетло, чтобы все сяды вывели.